Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня среда и традиционно по средам программа «Бизнес 2.0» и ее ведущий Евгений Шкарупа, компания «Финансовый навигатор» и «Клуб молодых предпринимателей». Сегодня вместе со своими гостями и спикерами мы будем пытаться разобраться, на мой взгляд, в очень сложном вопросе, который звучит как отдельная тема для диссертации. Возможен ли аутсорсинг в бизнесе? Я расскажу немножко о своем опыте работы с аутсорсингом, но коллеги, собственно говоря, расскажут о том, чем они занимаются, потому что занимаются они непосредственно аутсорсингом. Я предлагаю начать с того, что вы представитесь и расскажете нашим зрителям о том, в какой сфере вы работаете и что делаете. Добрый день, Евгений. Меня зовут Зеленский Олег, я директор компании «Вычислительная сила». Мы занимаемся IT-аутсорсингом, смартсорсингом, то есть, в принципе, превращаем внимание на вопрос, возможно ли аутсорсинг в бизнесе, в ответ. В принципе, все. Вычислительная сила, правильно я расскажу? Да. Добрый день, меня зовут Семенов Александр, компания ИП «Семенов». Мы занимаемся аутсорсингом в области предоставления финансовых услуг, это постановка управленческого учета, систем бюджетирования и также сопровождение компаний, их финансовых служб. Прежде чем мы перейдем непосредственно к теме нашего обсуждения, собственно говоря, переходя к теме непосредственно нашего обсуждения, хотел разобраться с вами в понятии аутсорсинг. Я специально посмотрел в интернете определение, оно достаточно широкое и предполагает передачу функций сотрудников на, грубо говоря, наемные какие-то другие фирмы или подразделения. Ну, это если так, в общем, обобщить все. То есть, есть какое-то определение, которое вы используете в работе? Я, конечно, не общаюсь обычно со своими сотрудниками каждый день, я не говорю, вы должны помнить, что аутсорсинг – это вот так-то. Но очень просто, если открыть Википедию и перевести, аутсорсинг – это аутсорс юзинг, использование внешнего источника. И я бы сказал, что, наверное, не функции все-таки сотрудников, а есть компания, у нее есть бизнес-процессы основные и сопровождающие. И компания какие-то бизнес-процессы может передать на обслуживание третьими лицами. Ну, компании условно, да. Можно, конечно, и нанять, есть фрилансинг, аутстаффинг и многие другие термины. Но если они обращаются к другой компании, запечатают договор на то, что они полностью обслуживают этот бизнес-процесс, это считается аутсорсингом. Бизнес-процессом при этом может быть все что угодно. Кто-то там отдел продажа дает аутсорсинг, кто-то колл-центр, кто-то IT и финансовые, в том числе, инструменты используются. Да, основное определение именно связано с тем, что бизнес-процесс передается не сотрудники, а именно бизнес-процессы. Да, неправильно я сказал функцию бизнес-сотрудника, как раз-таки имел в виду бизнес-процессы. Да, здесь наиболее распространенные это IT-услуги, либо вот бухгалтерский или финансовый учет, который доберется на сторону аутсорсинга. Можете рассказать о том, как процесс выстроен в ваших компаниях, то есть чем вы занимаетесь, как ищете клиентов, ну вообще суть вашего бизнес-процесса? Честно говоря, мы не ищем клиентов, до последнего времени вообще не искали. Есть такие компании, которые не ищут клиентов? Ну да, потому что в общем мы сейчас обсудим этот момент. Может быть сейчас будем искать, потому что наступил кризис и все равно рынок сворачивается определенным образом. Мы пока, слава богу, не ощутили, но возможно придется напрячься и кого-то поискать. В основном у нас сарафанное радио, он нас рекомендует, и есть кто-то, кто приходит от знакомых. Все происходит таким образом. Мы встречаемся, обговариваем условия сотрудничества, иногда это чистое обслуживание, исключительно эти инфраструктуры, иногда это может быть передача каких-то функций по выстраиванию безопасности. С одной компанией мы работаем, у нас есть интересный достаточно продукт, ну фактически это можно считать аутстаффингом, который, кстати, совершен в России. Что такое аутстаффинг? Аутстаффинг это предоставление фактически сотрудников в аренду, он используется в основном обычно для... То есть это современное аналог рабства? Ну не совсем рабство, есть большая компания и у нее она может испытывать неудобства, если она нанимает сотрудников дальше себе штат, поэтому может эта же компания завести вторую компанию, может быть это какая-то вторичная компания на рынке, где есть сотрудники, и они заключают договор, фактически аренду этих сотрудников. Они официально работают по второй, белой, более мелкой компании, а на самом деле выполняют свои обязанности в первой. Ну без плеток, наверное, только из подобных атрибутов. Это упрощает нового обложения. Мы не совсем так работаем, мы чаще всего заменяем специалистов в отпуска, потому что всем понятно, что системные администраторы и другие специалисты, они периодически уходят в отпуск, когда они уходят в отпуск на месяц там или у них больничный, не дай бог, какой-нибудь. Мы предлагаем своих специалистов, которые полностью заменяют. И человеку не нужно искать директора компании или там HR отделу, нет необходимости искать в срочном порядке там специалиста, шерстить рынок труда, проходить кучу собеседований. Есть вот компании, которые ежегодно просто и даже чуть-чуть чаще обращаются к нам, они уверены, что все будет хорошо. Иногда мы уходим немножко в сферу IT-безопасности, есть компании, которым это очень важно. И стараемся постепенно смещаться от этих аутсорсингов к смарт-сорсингу компаниям, которые там... Смарт-сорсинг? Тут у нас много таких терминов. Олег, за последние две минуты я узнал как минимум пять новых слов. Я не хочу поднимать его уровень языка куда-то на сложный, ничего сложного. Ничего необычного в этом термине нет. По сути, смарт-сорсингом можно считать привнесение инноваций в работу компании. То есть, если в IT-сорсинге мы просто берем на обслуживание инфраструктуру какую-то в компании, то смарт-сорсинг подразумевает, что мы внедряемся в компании, изучаем бизнес-процессы, предлагаем оптимизацию этих бизнес-процессов, внедрение инноваций, то есть помогаем компании работать эффективней. У нас также основной канал, так сказать, прихода клиентов – это сарафанное радио. Знакомые или клиенты, они передают друг другу информацию и постепенно отправляются в клиенты. Сейчас, во время кризиса, уже появилась необходимость выдавать рекламу. Больше всего это интернет. Сам процесс именно аэросорфинга происходит, как правило, следующим образом. То есть, первое – это встреча с клиентом, анализ его потребностей. То есть, что необходимо. То есть, в большинстве случаев это постановка управленческого учета с нуля. То есть, в каждой компании существует какой-то учет, но, как правило, это галсткий налоговый учет. И со временем, когда компания растет, становится больше, бизнес-процессы усложняются, информации финансовой становится все больше, появляется необходимость все это упорядочить. То есть, первый этап – это анализ информации, анализ, какие есть бизнес-процессы, какие уже сформированы отчетности. После этого берется на базе 1С платформы, разрабатываются программы, пройдут прям непосредственно под требования клиента, под заказчика. Сами разрабатываете или аутсорсеров привлекаете? С привлечением сотрудников, есть в штате сотрудники, программистов. Либо, в принципе, можно также на аутсорсинге взять программистов. Также еще привлекаются IT-специалисты. Некоторые компании крупные, то есть специалисты, например, требуется, вот, например, есть компания крупная торговая, да, у нее товарный учет, обнаруживается, что, ну, не совсем все оптимально. Вот, туда привлекается все аутсорсинг и не только аутсорсеры, не только по там 1С или по финансам, ну и, например, кто специалист по закупу. То есть вы как аутсорсеров сами привлекаете? Да, 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 другие как идет. Те аутсорсеры привлекают друг друга аутсорсеров, да? Да, это становится совсем много. Вот, после того, как проект заканчивается, ставится учет, компания, как правило, в 95 случаях, процентов случаев переходит на сопровождение. Вот это уже идет полноценный аутсорсинг. Он заключается, есть как минимум два варианта. Первый вариант, непосредственно, у них есть свои сотрудники финансового дела, которые ведут учет, а мы, соответственно, просто контролируем, правильно ли они делают, заносят информацию, вот, и плюс дорабатываем какие-то моменты. То есть сама постановка управленческого учета, как правило, она постоянно нужно что-то делать. Вот, никогда невозможно, во сколько там некоторые компании, по 7 лет, клиенты, постоянно что-то дорабатывается, оптимизируется, вот, упрощается. И есть сопровождение, когда в штате, в них нет бухгалтера, непосредственно мы привлекаем, опять же, ауксорксинг бухгалтера, который ведет данного клиента и еще нескольких клиентов. Вот, и так позволяет клиенту сэкономить деньги. Можно я уточню, то есть получается, что вы, с точки зрения управленческого учета, вы начинаете с внедрения какого-то проекта, потом его обслуживание. А бывает такое, что у людей есть поставленный управленческий учет, и они зовут просто вас обслуживать, вы там, чуть-чуть корректируете, но без внедрения. Да, конечно, так же бывает, то есть, ну, редко. В большинстве случаев, ну, видать, там, то есть, у нас специфика такая, что, сначала, учет именно ставят, прямо эти клиенты обращаются, вот, управленческий учет. Так как именно система управленческого учета, вот, полноценных нету, и у каждого свое видение, так сказать, учета, основано, как правило, на бухгалтерском учете, мы очень часто именно учет меняем, полностью, вот. Но есть несколько клиентов, которые приглашают нас именно на сопровождение, вот. Но один-два года, и система учета ставится уже с нуля, вот. Стандарты, стандартизированы, полностью системы, потому что до этого любая компания, она приходит постепенно, и в программе, как правило, там, один специалист поработал свое, сделал второй, третий, четвертый, и там, совершенно непонятно, как это все работает. И возникает необходимость это все поменять, сделать уже единую систему. Евгений, можно еще вопрос задать? Сейчас, сначала. Олег, а сколько лет вашему бизнесу, и как вообще родилась идея заняться именно этим? Идеей заниматься этим не было. На самом деле, наша компания, зарегистрирована в 2007 году, работать начали, наверное, еще раньше. У меня есть хороший друг, Арсений Саранин, который сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, в той самой Кремниевой долине. Сейчас опасно заявлять в прямом эфире о том, что у вас есть друзья в Соединенных Штатах Америки. Он патриот России. Он там на задании, да? Да. Он очень всегда интересовался IT, программировал, и начал с того, что писал какие-то программы людям, которым была необходима тоже автоматизация в бизнесе. Совершенно небольшие тоже, там, учет товара, учет финансов с клиентами. Одиннесс тогда еще была не так распространена. В том числе он занимался написанием программы создания отчетностей по продаже авиабилетов. В общем, многих серий интересных проектов реализовал. У людей начинали появляться запросы, помимо внедрения этих проектов, что у нас тут компьютер сломался, там компьютер сломался, у нас тут СИСа-2 не успевает или просто его нет, помогите, пожалуйста. И в итоге, на момент его отъезда, три года назад, по-моему, было достаточно много клиентов и были уже сотрудники, так получилось, что наши пути сошлись. У меня тоже были компании, с которыми я работал, и сейчас это одна большая компания. Арсений работает в США на Филиппаковке, если вы знаете такую компанию. Иногда с нами связывается. Вот так вот все это зародилось. Сколько лет, получается, бизнесу? Восемь лет, если с момента регистрации. Я думаю, что больше. Я не уточнил Арсения, когда он написал первую строчку кодов. Александр, как у вас? Сам бизнес существует порядка пяти лет. Сам я, получается, начинал работать с рядовым сотрудником финансового отдела довольно быстро. Пару лет стал главным бухгалтером, потом финансовым директором. И все это время в компаниях была необходимость именно установка управленческого учета, бюджетирования. И, по сути дела, помимо исполнения должностных инструкций того же главного бухгалтера, я постоянно занимался автоматизацией учета. И на базе этого вырос бизнес. То есть мы перешли именно от деятельности, так сказать, наемной, перешли на проектную деятельность. Но открыл свой бизнес и начали открывать. Открыли компанию, появились клиенты. То есть, в принципе, клиенты уже были, которые готовы были данные проекты осуществлять вместе с нами. Вот так вот бизнес возник, так сказать. Я вам честно скажу, коллеги, я несколько скептически отношусь к аутсорсингу как инструменту развития бизнеса, но об этом мы еще поговорим в ходе нашей передачи. Как вы считаете, какие процессы вообще имеет смысл отдавать на аутсорсинг? Можно все-таки задать вопрос быстро. Меня очень интересует, на самом деле, мы считаем, что управленческий учет очень не самый популярный, кстати, по поводу бизнес-процессов для передачи в аутсорсинг процесс. Вот обслуживание IT, если брать нашу, наверное, основную деятельность, с которой чаще всего мы сталкиваемся, оно подразумевает измерение эффективности, но мы не можем оценить его финансово. Если говорить про наши какие-то проекты смартсорсинги, допустим, мы ввели систему управления задач компанией, с утра планерки вместо часа стали проходить за 10 минут. Все здорово, замечательно, но мы не можем оценить финансовую эффективность. Это только какую-то временную эффективность, эффективность простоя. Я так понимаю, что в управленческом учете, если вы внедряете полностью новую систему управленческого учета, вы можете четко отследить финансовый результат. Вы пробовали такое измерять? У вас получается какие-то цифры относительные? Ну, как правило, управленческий учет, внедрение системы, конечный результат – это отчеты финансовые. То есть, например, те же прибыли-убытки или баланс. То есть, эти отчеты возникают, появляется возможность формировать мгновенно. Это первая оценка. И вторая – сотрудники, трудозатраты. То есть, если раньше экономист, например, тратил на отчет по продажам неделю или каждый день по 5-6 часов, то появилась возможность отчет формировать мгновенно. Причем не только его формировать именно экономистом, но и вообще, что его сама система формирует и выдает его на почту руководителя в зависимости от прав доступа или от должности. То есть, это основная оценка эффективности. А оцените именно финансовую часть, уменьшение убытков, там, рост доходов за счет внедрения? Оперативность. То есть, большинство компаний… То есть, финансовый результат здесь какой? Ну, влияние, так сказать, оптимизация. Первое – это то, что можно увидеть, что сотрудники стали работать быстрее, да. Второе… Но работать перестали. Ну, да. Это я сейчас подойду к этому. Второе – это то, что сама отчетность стала оперативно формироваться, да. И, что немаловажно, всю эту отчетность, она доходит до, так называемых фирмичных данных. То есть, сразу видно, откуда она формируется. То есть, если компания, там, у них 40-60 филиалов, да, можно всегда увидеть продажи зданий и тут же выйти на определенную торговую точку или выйти на какой-то товарной группе. Вот. И третье – это повышение контроля, да, здесь формирует меньше начинать. То есть, так называемая система счетов, да, двойная запись. Она позволяет видеть, то есть, в одном месте выбыло, а в другом должно прибыть. Иначе очень легко отловить, где информационно, а где какая сумма денег исчезла, еще что-нибудь. То есть, еще повышается очень сильный контроль. Но в цифрах вы не пробовали вот эту часть измерять? Да. А здесь как? Так, то есть, одна компания, вот крупная довольно, там позволили за год, ну, получается, как, мы на систему их перевели, да, год они проработали, через год мы зашли туда, был проект оптимизации затрат, мы сэкономили, где-то порядка 20% затрат снизились. Это порядка 40 миллионов, то есть, для компании так было существенно. Спасибо. Причем во многих методах, там просто был статистический метод, да, или там, опять же, много магазинов, и было видно, что один магазин тратит, там, на охрану 100 тысяч, да, все это программа позволила сделать статистику и выявить, где как, что сделать. Коллеги, возвращаясь к своему вопросу, если позволите, какие процессы предпринимателю, ну, я молодой предприниматель, начинаю свой бизнес, какие процессы я могу передавать на аутсорсинг и для чего мне это нужно? Ну, уборщицу, конечно, лучше брать в штат, да, все знают. У вас есть уборщица в штате, но у нас нет, если честно, это большое упущение. Я считаю, что, ну, допустим, мы компания, которая производит табуретки и продает их. Я думаю, кстати, сейчас будет спрос, особенно в центре занятости, например. У нас есть основной процесс непосредственно производства, и мы делаем его хорошо. Есть какие-то побочные процессы обслуживания техники, это, опять же, уборка, это бухгалтерия. Надо оценивать эффективность их проведения в компании, оценивать то, насколько будет лучше и эффективнее для компании, если эти процессы можно будет отдать в аутсорсинг. То есть в идеале нужно садиться и считать. Иногда можно столкнуться с такой ситуацией, что ты отдашь процесс аутсорсинга и потеряешь. Иногда можно столкнуться с такой ситуацией, что ты выигрыш гораздо больше. И один из важных плюсов аутсорсинга, на мой взгляд, то, что он позволяет компании не только сэкономить, но он позволяет сосредоточиться на основных бизнес-процессах. Мне не нужно как директору больше отвлекаться на то, что станки не работают или полы грязные. Я занят производством табуреток. Я могу за каждой табуреткой проследить и быть уверен, что она будет качественная, что она будет хорошо продана и клиент будет счастлив. Это при условии, что мне не придется следить за аутсорсерами. Просто нужно критично подойти к подбору аутсорсинга, но сотрудника контролировать сложнее. Я думаю, что все работодатели знают о проблемах с контролем и вообще наемом и увольнением сотрудников. Поэтому абстрактно, конечно, нужно оценивать каждый процесс в отдельности и рассчитывать, насколько выгодно его отдать в аутсорсинг. Но, как правило, получается так, что основные процессы лучше выполнять самому, все обслуживающие процессы, как правило, лучше отдавать в аутсорсинг. Александр? Я с этим соглашусь. Основные бизнес-процессы непосредственно сотрудниками выполняются. Те процессы, которые определяются на аутсорсинг – это, как правило, IT, бухгалтерский учет. Здесь все считается с позиции выгодной. То есть, если начинающий предприниматель, у него два-три сотрудника в штате, то он не будет брать IT-специалиста за 30-40 тысяч рублей в месяц, чтобы он там сидел, потому что у него всего три компьютера. Он идет на аутсорсинг и будет платить 3 тысячи в месяц. То же самое касается обслуживания бухгалтерского учета. Или взять в штате бухгалтера, который будет несколько десятков тысяч получать, в зависимости от квалификации. Либо взять на обслуживание ведения учета 3-4 тысячи. Основной момент аутсорсинга – это все-таки выгода. И второй момент – это качество. Например, если мы берем того же IT-специалиста или управленческий учет. Так как мы управленческий учет ставили во многих компаниях, то все эти процессы, бизнес-процессы, технологии уже отработаны. И очень много общения идет между специалистами, так же, как и специалистами у клиента, так и между собой. То есть, опыт очень большой получается. Это позволяет аутсорсерам делать все более качественно и, самое главное, более быстрее. И при этом еще и дешевле клиента. То есть, да, в дальнейшем, когда компания развивается, есть смысл завести своего сотрудника, который будет под контролем, вот он здесь целый день сидит. Но когда компания особенно только открывается, то необходимо бизнес-процессы определенные отдавать на аутсорсинг с позиции выгода. А почему вы считаете, что компания растет, лучше всего сотрудника? Есть такая сложность аутсорсинг, он не всегда на месте. Например, это первое. И второе, все-таки есть традиции компании. То есть, если все-таки финансовая позволяет уже сотрудника содержать, то есть, если берем тот же учет управленческий, то есть, первое, это, во-первых, финансовая информация, которая не должна быть доступна всем абсолютно, как минимум. И второе, у каждого своя специфика, свои технологии. И поэтому легче своего сотрудника обучить и уже воспитывать его до уровня финансового директора. Либо будет аутсорсинг, например, у которого клиент постоянно меняется, специалист. Это может не позволить качественно осуществлять управленческий учет. То есть, вот с этой позиции. Можно я не соглашусь? Можно, собственно говоря, для того мы здесь сидим? Во-первых, есть тенденция, если смотреть за рынком, что очень много крупных компаний переходит сейчас в аутсорсинг. И, кстати, я думаю, что в период кризиса этот процесс ускорится, и еще больше крупных компаний придет аутсорсинг. Ну, тут, кстати, на самом деле не факт. Тенденция, она двоякая. То есть, есть те, кто уходит в аутсорсинг, есть те, кто, наоборот, уходит из аутсорсинга. Поэтому тут, кто побеждает на текущий момент, очень сложно сказать. Те цифры, что я видел, говорят, что аутсорсинг очень близок к победе, хотя штатные специалисты всегда останутся. По поводу конфиденциальности, это является одним из важных рисков аутсорсинга. Люди очень часто, особенно бухгалтерию в нашей стране, не хотят передавать аутсорсинг, потому что, чтобы наши цифры видели другие люди, для многих это что-то страшное. Но надо понимать, что когда вы заключаете договор с аутсорсингом компании, в отличие от договора с человеком трудового, вы можете прописать риски, ответственность, и компания ее может реально понести. Больше того, есть такое понятие, как сервис level agreement, новый, можно сказать, уровень вехала в составление договоров, когда есть договор об уровне сервиса, так называемое, привожение к договору, где прописываются все эти вещи и вплоть до, естественно, безответственности, устрахования рисков, все остальное и выставляется. Олег, мы говорим про российские реалии, и в российских реалиях ответственность в чьей-либо прописанном договоре совсем не предполагает эту ответственность. Безусловно, но ее больше. Только судебное решение может стать основанием для применения этой ответственности, а, как известно, в советский суд самый губальный суд в мире. Со всеми не пересудишься, но в любом случае ее больше, чем у человека, который у тебя работает. Человек, который у меня работает, он от меня зависит в определенном плане. И у меня есть инструменты влияния на него, в отличие от аутсорсера, который, собственно говоря, является... Да, он работает со мной по договору, да, действительно, в договоре все это предусмотрено, но даже если он не соблюдает договор, какие я могу применить к нему штрафные санкции? Все те, которые прописаны в договоре, как минимум. Поэтому от договора с аутсорсером очень многое зависит. Но самое главное, что все равно аутсорсинг – это повышение эффективности, и когда компания растет, ей, наоборот, очень часто выгодно отдать сопровождающие бизнес-процессы, не тратить на них время, не тратить силы. То есть надо понимать, что когда у вас есть счета сотрудников, вам нужно для них рабочее место, нужно снимать там или покупать помещение. На рабочем месте должны стоять компьютеры, должны быть инструменты. Надо платить им налоги, пенсии, устраивать корпоративы для них и тратиться на виду на корпоративах. Или, может быть, как раньше делали, выезды с тема на Новый год. И это просто очень другой уровень затрат. И в компании аутсорсинговой, как правило, уровень специалистов тоже выше, от чего я правильно заметил. Сколько бы ты не растил одного-единственного специалиста, а если он уйдет? А если он уйдет в декрет? Ну, то есть я просто не могу согласиться с этой идеей, что большим компаниям нужно держать свой штат на обслуживающем бизнес-процессе. Ну, ладно, об этом сейчас, я думаю, тоже проговорим. Но там, я так понимаю, идея была все-таки не на обслуживающий бизнес-процессе, а на ключевые процессы, правильно? Да, да, да. И чтобы был какой-то один основной сотрудник, да, аутсорсинг, как бы, избавиться от него невозможно, да, но именно ключевые технологии, что ли, чтобы можно было сотрудника нанять, обучить его, так же, как, в принципе, для общения с тем же аутсорсингом. Вот, потому что, как правило, есть основная сложность в этом, что не всегда представители аутсорсера, они могут быть свободны и очень много времени выделять от сотрудников боком. Я вот сейчас по поводу минусов аутсорсинга вас прошу пока остановиться. У меня к вам вопрос, все-таки, к аутсорсерам, как к бизнесу. Вот, если, допустим, я, молодой человек, да, там, то есть, закончил вуз, не знаю, там, ищу для себя работу, правильно ли я понимаю, что вообще, в принципе, в сфере аутсорсинга основная компетенция, это, собственно, ваша компетенция? Ну, то есть, ваш бизнес строится, в основном, вокруг того, что вы знаете, то есть, вокруг того, чему научились и что можете эффективно продавать. Если я правильно понимаю вопрос, то, когда вы оказываете услуги, то очень важно, как вы их оказываете. Вопрос в том, вот вы занимаетесь аутсорсингом, вы занимаетесь этим, потому что вы в этой сфере, как бы, компетентны, или потому что вы просто можете организовывать людей, которые в этой сфере компетентны? Я думаю, что, во-первых, я начал заниматься, в принципе, этой сферой, потому что это было очень интересно. И вообще, мое поколение людей, может быть, очень много знакомых было погружено в IT, все это развивалось на наших глазах, там, первый iPhone появился, когда я уже был, наверное, более взрослый, конечно, чем многие. Но это было очень интересно, и огромное количество новинок, но наука просто задвигала мир, и она его сдвинула. Если посмотреть на то, как мы ведем свой образ жизни сейчас, тогда это совершенно разные вещи. То есть, это интересно, в первую очередь, и, естественно, это мой навык. То есть, я до сих пор работаю как специалист, не только как директор, и получаю от этого удовольствие. И, естественно, мы продаем свою компетенцию, это основной товар в аутсорсинге, это квалификация наших специалистов. Спасибо, я прошу пока на этом остановиться. Александр? Здесь основная компетенция, моя личная. Личная компетенция? Да, уже потом была организация. То есть, став специалистом в области своей, только после этого я стал организовывать бизнес. В связи с этим два вопроса, которые вытекают из вашей личной компетенции. Правильно ли я понимаю, что человек, допустим, выпускник вуза, вряд ли может стать качественным аутсорсером в том или ином вопросе, потому что он еще не наработал компетенцию. То есть, аутсорсинговый бизнес – это все-таки бизнес для тех, кто получил какие-то базовые навыки в какой-то компании, например, и пытается их реализовать. Ну, либо занялся саморазвитием, прокачал у себя навыки и, соответственно, начинает их продавать. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что, во-первых, очень многие люди понимают свою специализацию и начинают чем-то интересоваться и заниматься уже в университете. Тот же мой хороший товарищ Арсений только в одиннадцатом классе написался в три программы, одну из которых продал и говорил уже про университет. И вышел человеком, который очень хорошо разбирается в IT и был готов помочь многим компаниям прямо сейчас. Я даже превосходил их надобности во многом. Во-вторых, где быстрее ты получишь необходимую квалификацию в компании, где у тебя там твоих прямых обязанностей на два часа в день или в аутсорсинг-компании, где тебе могут тоже помогать и растить, и ты будешь занят весь день. В аутсорсинг-компании тебе придешь тренироваться на живых клиентах. Ну, во-первых, это может происходить под присмотром. Во-вторых, ты можешь просто сидеть и смотреть, как кто-то другой работает. Но не два часа в день работает, а целый день. Если ты создаешь собственную компанию, то под каким присмотром? У нас прямо сейчас я взял нам на практику, можно сказать, студента. Надеюсь, что он останется в нашей компании. Но он не создает свой бизнес, он не бизнесмен. Он в данном случае выступает наемным менеджером. А, я ищусь о том, чтобы открыть свою аутсорсинг-компанию? Да, конечно. Ну, это, конечно, сложно. То есть без необходимого навыка. Хотя я верю в Даркиндов и людей, которые на пятом курсе университета, а могут поехать сейчас в Microsoft и стать каким-нибудь лидинг-проект-менеджером, то есть заниматься полностью созданием чего-то нового. Такие люди, безусловно, есть. Можно в Facebook открыть. Во сколько лет было? Я не помню. То есть это реально, но очень сложно. Но я бы сказал, что надо, конечно, складываться в себя, в любом случае, как специалиста. И лучше делать это с университета. Тогда проще будет на момент выпуска из университета сделать все, что угодно. Хоть открыть аутсорсинг-компанию, хоть пойти в нее и набираться там больше опыта. И я даже рекомендую, наверное, начинающим специалистам идти туда, потому что все-таки объем работы там больше. У меня был случай, когда взял человека на работу, который был системным администратором в достаточно крупной компании. Но надо понимать, что в крупной компании в любой уровне, ну, количество проблем, оно все равно не такое большое, если система отлажена. И он пришел ко мне, причем по знакомству, я его знал, и сказал мне честно, что я работал там пару часов в день. Остальное время я сидел в сервере у себя и играл в онлайновые игрушки в интернете и наслаждался жизнью. Мне надоело, я хочу работать. У нас нагрузка, естественно, выше и, к сожалению, выдержал он недолго. Потому что, когда человек привык 5 лет работать в таком режиме, то перестроиться на какой-то другой ему сложно. И если вы хотите, ну, не хотите расслабиться, хотите повышать свои навыки, приходите в компанию, где надо вкалывать. Я думаю, что это объективно. Александр? Да, получается, если человек еще в университете не получил навыков, то нереально открыт какой-то авт. Особенно, если он связан с какими-то техническими. Или, например, с IT или с тем же финансовым. То есть, если человек не проработал и не достиг какой-нибудь определенной должности. Например, если берем бухгалтерский учет, не проработал в той же аудитовской компании, или не стал главным бухгалтером, финансовым директором, им будет очень сложно. Потому что, как правило, когда с клиентом общаешься, нужно показывать свою квалификацию. Потому что от имени клиента всегда будет сидеть сотрудник его компании финансовой. Либо он может пригласить какого-то специалиста, финансиста, который в этот же момент скажет, ну, извините, они не смогут ничего сделать, потому что квалификации нет, вот вам студент. Ну, потому что это реальная проблема, и я на своей практике с этим сталкивался, когда ребята, выпускники вуза, окрыленные полученным дипломом и еще какими-то факторами, создают свою фирму, приходят и начинают говорить о том, что они супер-мега хорошо знают, как реализовать тот или иной процесс, как его автоматизировать, как что-то еще с ним сделать. Но при этом, когда начинаешь с ними беседовать, да, то есть ты реально понимаешь, что уровень их компетенции, он там очень низок, мягко говоря. Я считаю, это, наверное, обратный путь развития. Как возникает, наверное, большинство аутсорсинг-компаний, особенно в России, человек начинает с фрилансинга, то есть как раз он просто берет какие-то отдельные компании, какие-то небольшие проекты, его кто-нибудь просит помочь. Если он делает это хорошо, чему-то учится, понятно, что вначале у него будет большое количество ошибок, он постепенно, у него все равно вырастает объем заказов, он растет, 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 он перестает справляться, ищет себе помощника, находит его среди друзей или на бирже, с этим помощником они продолжают развиваться, уровень заказов растет, растет, возникает аутсорсинговая компания. Когда, даже если у тебя есть какая-то минимальная квалификация, ты открываешь компанию, берешь сотрудников и говоришь, все, мы аутсорсинговая компания, а у тебя нулевой пул заказов, ну, хорошо, если у тебя есть пара миллионов инвестиций, чтобы это продержалось, поставить отдел продаж, то можно попробовать. В других случаях, ну, есть просто такой специальный путь развития, который большинство людей проходит, я так понял, что проходил тоже этот человек. Я, на самом деле, проходил тот же самый путь, потому что у меня компания тоже, по сути, аутсорсинговая, тоже в финансах. И вы плохо относитесь к аутсорсингу, при этом замечательный подход. Нет, я не говорю, что я плохо отношусь к аутсорсингу, я говорю о том, что у аутсорсинга есть определенные риски. Вот, и об одном из этих рисков я хотел тоже сейчас поговорить. Он вытекает из ваших ответов на вопрос по компетенции. Вы сказали о том, что аутсорсинг – это, по сути, вы, ваша компетенция, так или иначе. Ваши фирмы – это, как сказать, продажа вашей компетенции. И возникает самый главный вопрос. Если вдруг, неожиданно, вы пришли к клиенту, с ним договорились, заключили, начинаете работать, проработали, все здорово. Но тут что-то случается, и вы выпадаете из своего бизнес-процесса. Непосредственно вы, как консультант, как носитель некого базового знания. Что происходит дальше с теми клиентами, которые подписались с вами на аутсорсинг? А каким образом я выпадаю еще раз? Вариаций может быть очень много всяких разных. Начиная от того, что вам это просто надоело, вы уезжаете жить в теплые страны, заканчивая тем, что стена, кирпич, не знаю. По любой какой-то причине, например, вы на месяц выпадаете из процесса. Хорошо на месяц, а если на год, а если на два. У аутсорсинга, естественно, есть риски, помимо боязни людей, преувеличенные зачастую, помимо боязни людей разглашением конфиденциальной информации, одним из рисков, конечно, является возможность прекращения отношения с аутсорсингом. Я не думаю, что можно говорить о том, что я куда-то конкретно исчезну. Потому что есть аутсорсинг, есть фрилансинг. Если прихожу я и всю работу делаю я, это фрилансинг. Если прихожу я, продаю работу своей компании, отлаженной как систему, и наша компания обслуживает бизнес-процессы вашей компании, то я выпадаю из схемы, я могу уехать на месяц, заболеть на месяц, но мои сотрудники продолжают работать с вашим бизнес-процессом, и ничего плохого не происходит. То есть по-хорошему я продаю не свою компетенцию, я продаю компетенцию своей компании, своих специалистов. И специалисты в аутсорсинге, это в принципе тот продукт, который мы продаем, это самое важное. И не один я специалист, а наша компания и то, как я подбираю людей. Но если говорить о конкретной ситуации банкротства, например, аутсорсинговой компании целиком, то это один из рисков, от которого надо естественно страховаться, в первую очередь возможностью, ну надо гарантировать себе отступной путь, нужно обязательно поддерживать какую-то время документации, открытость какой-то в работе с аутсорсинговой компанией, чтобы если вдруг что-то с ними случится, ты знал на каком уровне у тебя все находится сейчас, любой другой человек или аутсорсинговой компании, пусть даже штатный специалист, если вдруг вы разуверились, приходит, ему не приходится иметь дело с черным ящиком Пандоры, из которого можно что-то выпустить, он четко, ясно все видит, у него есть документированная схема, как все работает, и это минимизирует риск. Да, риск безусловно есть, получается, мы не застрахованы, так сказать. Если не застрахованы, мы можем застраховать, кстати. У вас страхование рисков возможно как раз в работе с аутсорсинговой конторой, в отличие от штатного специалиста. Обращайтесь, застрахую. Да. Ну, здесь основное что? То есть, получается, те системы, например, которые мы ставим, они максимально приближены к стандартным учетам. То есть, в принципе, любой сотрудник, любой специалист, финансист, может их спокойно разобраться. Это первый момент. Второе, программное учение, которое мы переписываем, оно очень сильно распространено. Соответственно, любой программист может его понять, его разобраться. И самый важный момент. Идет обучение и нормативные документы. То есть, инструкция, описание системы полностью. Кто, как, где, какой бизнес-процесс работает. То есть, если, не дай бог, аутсорсинг отходит, то создается максимальная возможность уменьшить эти риски. То есть, соответственно, есть информация, есть то, что вас обучили, обучающих информацию, то, что, как это все работает, где, как, что. И при этом все стандарты, они, в принципе, соблюдаются. Вот. Стараемся делать очень просто. А есть ли у вас практика составления общей обзорной информации для клиента, то есть, инструкции, как пользоваться программой, как вести, то есть, грубо говоря, чтобы даже если вы перестаете существовать по каким-либо причинам, то есть, чтобы клиент мог дальше продолжать эксплуатировать то, что есть. Да. Любой проект прогнозирует под собой, что создается обучающийся, передается материал. И бывают даже нормативные какие-то документы. То есть, учетная политика какие-то моменты. Это все передается. То есть, это входит в проект. У вас? Если мы говорим о внедрении проекта, то, безусловно, обучение является одним из моментов важных. Если мы говорим о поддержании существующей, инфраструктуры какой-то, то обучение, если оно изначально не заложено в договор, мы не занимаемся. Это является дополнительной услугой, которой можно заниматься. Допустим, вы берете на обслуживание фирму, которая 100 компьютеров. Ваш системный администратор ходит, настраивает сеть, настраивает компьютеры и так далее. У сети есть параметры, у компьютеров тоже есть определенные параметры. Передаете ли вы, грубо говоря, информацию? Документация, естественно, ведется. При необходимости передается клиенту. При необходимости передается или передается все-таки клиенту? Есть вещи, которые мы не рекомендуем, чтобы клиент хранил у себя. Это различные административные паралии, но мы обеспечиваем в любом случае возможность, если мы уйдем их получить, и опять же, если клиент просит, мы предоставляем их сразу же. Я просто вопрос про обучение больше затронул. То есть мы, естественно, не обучаем просто так, по умолчанию, если мы взяли на аутсорсинг IT-инфраструктуру, мы не учим пользователей двигать мышкой и работать в Microsoft Office. Но если есть такая необходимость, то оправдается как дополнительная услуга, мы проводим обучение. Такое редко, кстати, бывает. А потом, если вы читали современные резюме, то сейчас у всех написано компьютерная грамотность. Я компьютерная грамотность. Компьютером владею в совершенстве. При этом не знаю, как запускается Excel. Вы тоже, я так понимаю, обучение проводите только в рамках внедрения проекта. Да, но в дальнейшем компании тоже могут обращаться. Новые сотрудники пришли. То есть уже, когда идет момент о сопровождении аутсорсинга, можем дополнить обучение. Это за отдельные деньги или это входит в проект? За отдельные. Это отдельные, да. Хорошо. Далее мы поговорим еще про один риск, который связан с аутсорсингом. Это ответственность. Мы начали немножко косвенно его касаться. Но вот, собственно говоря, самая большая проблема, которой сталкиваются люди, заключающие договора аутсорсинга. То есть хорошо, если есть хороший человеческий договор, в котором можно все прописать. Но ведь зачастую все происходит совсем не так. То есть зачастую люди просто договариваются на словах, может быть не на словах. Подписывают какую-то предложенную самим аутсорсером форму договора. И считают, что процесс у них полностью закрыт. При этом, по факту, если мы начинаем разбираться в сути процесса, аутсорсер ведь ответственности никакой не несет. Даже если у него договором предусмотрена ответственность, он все равно, по факту, может дотянуть осуществление этой ответственности до суда. А судебный процесс – это минимум полгода, которыми не каждый готов пожертвовать. Я так понимаю, что в случае со штатными специалистами все совсем по-другому? В случае со штатными специалистами, если мы говорим цинично и откровенно, вы можете его в конце концов уволить. Хорошо. А расторгнуть договор с аутсорсинговой компанией можно? Или насколько это сложнее, чем уволить человека? Мне кажется, что легче расторгнуть договору. Это следующий риск, о котором я бы хотел дальше поговорить. По поводу именно передачи смены аутсорсинга. Давайте все-таки по поводу ответственности. Как быть соответственностью аутсорсеров? Если вы ищете аутсорсинговую компанию, надо смотреть на большое количество факторов при ее выборе. Подробный, хорошо составленный договор – это фактор номер один. Если компания дает вам мутную бумажку на двух листах и говорит, хорошо, мы начинаем работать завтра, давайте прожмем руки, скрепим кровью наши соглашения, надо искать кого-то другого. Хорошее слово в составленном договоре. Кровь еще не подходит в качестве основного скреплятеля? Мы пробовали, не работает. Не работает, я понял. Она нас ни к чему не мотивирует. Ваша кровь нас не мотивирует. Да, лучше какие-то финансовые инструменты. Я понял. Мы еще не вампиры все-таки. Хорошо прописан договор, причем очень желательно, чтобы он предусматривал какие-то специфические пункты. Мы сталкивались на своем опыте с различными ситуациями, если я не специалист вашей отрасли. А вы ищите специалистов. Возьмите три компаний, десять компаний, посмотрите все договора, вы сравните, в каком договоре большее количество нештатных ситуаций предусмотрено. Вы обратитесь, возьмите юриста в аутсорсинг, чтобы он посмотрел этот договор и сказал, что-то не так. То есть, договор это очень важно. Еще лучше, если вы можете себе позволить отнестись к этому очень серьезно и найти компанию, которая сделает вам так называемый СЛА, договор об уровне сервиса. Как правило, такие компании чуть дороже могут доказывать услуги. А есть российское правоприменительная практика относительно договоров об уровне сервиса? Это, по сути, обычный договор, указывающий на качество услуг, которые вы оказываете. Хорошо. А если вы не исполнили качество услуг? То вы несете больше ответственности, чем штатного специалиста, точно. Потому что штатного специалиста даже уволить сложно в наше время. Я постоянно сталкиваюсь с подобными ситуациями. А разрывать договор с аутсорсинговой компанией можно вообще за пять секунд, если договор нормально прописан. Кроме того, в договоре может быть прописана жесткая ответственность. Например, у нас за разрушение конфиденциальной информации установлена ответственность в размере шестимесячного размера стоимости ежемесячного обслуживания. То есть, как вы это отслеживаетесь? Мы отслеживаем что? Разглашение конфиденциальной информации? Нет примера. Почему? Потому что каждый сотрудник при приходе на работу в крупную корпорацию подписывает соглашение, а не разглашение информации, составляющей корпоративную тайну, которая, во-первых, кстати, на самом деле не имеет юридической силы под собой. В России не имеет. Это раз. А во-вторых, собственно говоря, которая никоим образом не мешает сотрудникам поувольнению, уносить оттуда базы и потом совершать с ними какие-то действия. Наш договор предусматривает, что мы после какого-то времени тоже не имеем права разгрушать, иначе мы тоже будем обязаны выплатить сумму клиенту. Как это отследить? К сожалению, тут есть два момента. Момент первый. Вы можете видеть какое-то доказательство. То есть, вам переписку кто-то покажет. Мне вот, представляешь, у меня выслали письмо, где... Мне выслали свои увлаженные доходы. Нам показывают это письмо, это наш сотрудник. Ну, это очень плохо. Бесмысленно опираться, да? Это один случай на миллион. Естественно, у нас таких ситуаций не было. Вот. И я думаю, что не будет, потому что я очень доверяю своим специалистам, но доверие – это очень важный фактор. Если вы доказать прямую не можете, это всегда остается спорным моментом. Если вы, допустим, директор компании, вы считаете, что именно аутсорсинговая компания разгласила информацию, потому что вы очень доверяете своему бухгалтеру, то у меня может возникнуть вопрос, а почему мы, а не кто угодно из ваших сотрудников, даже бухгалтер, которому вы доверяете. Поэтому это в любом случае, это риск, да. Он слегка преувеличен, если искать компанию, у которой есть репутация, у которой есть клиент, с которым она долгое время работает, его можно уменьшить. Если есть хорошо прописанный договор, его еще можно уменьшить. Но в конце концов все замыкается на доверие, и тот фактор, что штатный специалист понесет еще меньше ответственности. Фактически никакой. Даже если вы докажете, что он ушел и слил с собой всю базу клиентов, и пошел заниматься премиум-продажами в другое место, что чаще всего бывает, вы ничего не сделаете. Но его можно тоже подать в суд. Он скажет, у меня официальный доход полторы тысячи рублей, я могу выплачивать 20 рублей из них вам ежемесячно. Ну да, все. Александр, как быть с ответственностью? Тут так же соглашусь. Первое – это хорошо оформить договор. Вы оформляете договор со всеми клиентами? Да, конечно. То есть это безусловно прям. Есть клиенты, которые работают без договора? Нет, нет. И вас тоже нет? Это нас защищает в том числе. Ну да, тут еще важный момент, что стоядущий. В большинстве случаев идет именно на доверие, потому что в какой момент? Большинство клиентов, почти все, они приходят на радио, это репутация. И если хоть раз вот эта репутация будет нарушена тем, что мы распространили информацию о компании, а как правило, мы, например, если идет онсоксинг, клиенты, они очень часто с одной отрасли, то все, бизнесу конец. То есть вот этот момент очень важный. Вот. А так риск, безусловно, есть. Вот. Так заключается договор, там не разглашение, все это есть, но судебные практики. Ну, понятно, что это все не более чем бумажки, да? То есть которые… Основное – это доверие, репутация. То есть можно бизнес потерять на этом, если информацию… То есть правильно я понимаю, что для нормальной фирмы, которая работает в аутсорсинге, репутация стоит гораздо больше, чем, собственно говоря, один обманутый клиент? Ну, зависит, наверное, от модели работы фирмы. Если директор хочет тут же уехать, его куда-нибудь на боро-боро и провести там всю жизнь, может быть, нет. Но вообще, конечно, репутация – это самое важное. Лояльные клиенты – это самое важное. Возможность просто, чтобы ваш новый клиент, чтобы убедиться, что вы хорошая компания, могут там созвониться, спросить, как вы работаете, узнать, как долго вы работаете. В идеале, если вы можете дать контакты клиентов, с которыми вы уже не работаете, но хорошо расстались, вообще замечательно. Ну так, главное – это репутация. Хорошо. Теперь смотрите, вот еще один риск, который тоже существует в аутсорсинге. Я предприниматель, у меня есть бухгалтерия. Свою бухгалтерию я любезно отдаю в аутсорсинг. На самом деле, это логично, потому что моя задача, собственно говоря, не учет вести как таковой, а придумывать, как было то, чтобы сделать то, чтобы можно было учитывать. Но возникает по себе, знаю, вот какой вопрос. Бухгалтерия ведет бухгалтерию. Они там отправляют какие-то отчеты, я их там подписываю периодически. Но я начинаю понимать, что я абсолютно не понимаю и абсолютно не знаю тот процесс, который отдал аутсорсинг. Потому что люди его исполняют. Исполняют вроде хорошо, вроде все как бы нормально, но у меня внутри наступает некая расслабленность, в связи с этим. Ну, потому что есть специалисты, специалисты этим занимаются. Значит, зачем я буду в это лезть? Соответственно, я перестаю уделять этому какое-то должное внимание. И в итоге выходит так, например, приходит какая-нибудь проверка и говорит, а что у вас здесь? А здесь у нас аутсорсинг. А он говорит, а что у вас здесь? И тут ты начинаешь понимать о том, что неплохо было бы, наверное, разбираться в этом процессе. Или привлечь внешних аудиторов. Или привлечь внешних аудиторов, но это было бы стоило больших денег, или вообще каких-то денег. А так, если бы ты в этом разбирался, то, наверное, это бы не стоило нисколько денег. Вот аутсорсинг, как процесс, он расслабляет клиентов? И что можно вообще сделать? Что порекомендуете делать клиентам, то есть те, которые потенциально могут рассматривать аутсорсинг как инструмент? Я порекомендую заниматься управлением компанией, подходить к этому с умом, если вы считаете, что вам необходимо контролировать эти процессы, создавайте точки контроля и занимайтесь ими. Но вас не избавит от этого собственный бухгалтер. Собственный штатный бухгалтер может точно так же вас подвести. Но вы можете спросить за неделю до данной отчетности, у нас все готово. Еще через какое-то время вы можете увидеть штраф, который пришлось оплатить вашей компании за плохой отчет. И это точки контроля, которые вы устанавливаете, и можете отслеживать соблюдение нормы вашего бизнес-процесса по ним. Ну, следить за своим бизнесом, конечно, надо. Просто это проще делать, на самом деле, когда ты работаешь с более обычно ответственными специалистами, с которыми ты работаешь на основании договора, они обычно более высококвалифицированы и могут даже сами предложить тебе какие-то точки контроля. То есть, например, у нас есть система мониторинга серверов, интернет-каналов наших клиентов. Мы пользуемся и для себя, естественно. У нас большая онлайн-карта. Если вдруг что-то загорается красным на ней, мы тут же в панике и понимаем, что что-то пошло не так. Надо разбираться. Зачастую узнаем о неполадке еще раньше клиента. При желании мы можем клиенту дать информацию. Мы можем дать доступ туда. Он, естественно, будет видеть только свое. Мы можем дать ему информацию в конце какого-нибудь отчетного периода о том, какие были простои, почему они случились. Ну, такие отчеты делаются. И я считаю это хорошей практикой. Потому что наш клиент понимает, что мы относимся к своему делу серьезно. То есть контролировать надо все, если вкратце. Расслабляться хорошо, но в меру. У нас проекты, получается, заточены именно под компанией, под клиентов. То есть непосредственно руководители, менеджеры, они работают в этой программе. Они знакомы с этими цифрами. Поэтому они, в принципе, сами и контролируют. Они видят там сумму продаж, сумму... Ну, у вас да. Вы внедряете управленческий учет. Это же не заменяет, там, вот его и так далее. То есть у вас нет людей, которые, грубо говоря, там, выпадают из процесса. А вдруг программа неправильно его считает? Ну, хоть вариант, да. То есть их может потенциально неправильно... Именно сами сотрудники, да, компании, они в этом специалисты. А в большинстве случаев именно там руководитель, который, в принципе, прибыль, для него там ключевые, ну, ключевые показатели. Вот. Они это все видят. Они в первую очередь и говорят, что правильно, неправильно. То есть они это все видят. Вот. Ну, а если действительно человек не разбирается, как бухучет, да, ну, тут можно только еще одного специалиста приглашать именно на аудит. В принципе, это можно сделать не официальный аудит, а просто как, ну, еще одну компанию пригласить. Чисто для себя это не так уж долго. И получается, это будет как в стройке. То есть я нанимаю бригаду, потом нанимаю прораба, чтобы контролировать эту бригаду и нанимаю кого-нибудь, кто будет контролировать прораба, чтобы кто-то контролировал эту бригаду. Тут еще два момента важных. Во-первых, вот правильно. Многие процессы обслуживающие, их качество их выполнения видно неоруженным взглядом даже со стороны штатных сотрудников. Если у вас хрязный пол, если у него компания плохо работает, это видно. Если компьютеры не работают, это тоже видно. И второй важный момент. Очень часто бывает так, что действительно компания нанимает какого-то специалиста в штат, а вас берет на обслуживание определенных процессов. То есть есть компании, которые берутся у молодого специалиста, студента, который бегает, меняя сломанные клавиатуры мышки, а мы занимаемся обслуживанием серверов, условно. И этот человек, который бегает, он все равно видит, что происходит с серверами и представляет, что происходит в компании. Он тоже может прийти на нас, пожаловаться, хотя такого не происходило пока. Но это, возможно, тоже подход. То есть нанять штат специалиста, который будет следить за определенной функцией. Если у вас большая компания, то сделайте технического директора, который будет следить и за IT, и за состояние здания, и за вашими инструментами, всеми рабочими станками, всем остальным. Хорошо. Как вы уже начали об этом тоже немножко говорить, кризис сказывается на вашей отрасли? На отрасли аутсорсинга вообще. Ну, конкретно на вашей. На аутсорсинге кризис сказывается и отрицательно, и отрицательно. Отрицательно, потому что, естественно, какие-то компании, которых мы обслуживаем, не выдерживаем давления экономических факторов, и у кого-то кто-то пытается выжить, но у него не хватает денег, они просят по максимуму отсрочить все платежи, что, естественно, усложняет нам жизнь тоже. Кто-то просто закрывает бизнес, объявляет себя банкротом фактически, и такое есть, хотя мы почти с этим не столкнулись, и чему его черт. С другой стороны, многие компании уходят от штатных сотрудников в сторону аутсорсинга, потому что они понимают в кризисе эффективность стоит гораздо второе, чем она стоит во время, когда все замечательно, хорошо и мы процветаем. И есть компании, которые могут выкидывать и тратить миллионы на какие-нибудь расходы накладные, а когда они понимают, что если они будут продолжать это делать, то в общем это грозит чем-то, они начнут читать копейки. И я не вижу, я не считаю, что аутсорсинг это как раз исключительно экономия, но это экономия в том числе и повышение эффективности. Экономия это все-таки один из основных плюсов аутсорсинга. Я считаю основным плюсом все-таки повышение эффективности работы компании на самом деле, потому что опять же работают более коэффициентные специалисты, во-первых, и во-вторых, самое важное, что вы можете уделять больше внимания сами основным бизнес-процессам и они выполняются более качественно, а экономия – второй фактор. Я думаю, что многие компании, они там предпочтут не сэкономить 100 тысяч рублей, лишь бы заработать лишний миллион. Вот, и это важно. То есть, ну так вот кризис, я думаю, что аутсорсинг порвется на самом деле, это не та отрасль, которая будет в убытке. Александр? Да, я здесь соглашусь. Только те компании, которые физически не выдерживают кризис, которые могут обанкротиться, либо закрываться. Вот. Они могут быть, перестать клиентами, так сказать. Вот. В основной компании появляются еще клиенты, потому что здесь основное – это автоматизация, оптимизация, расходов, экономия. Это все играет на руку аутсорсингу. То есть, я думаю, кризис, он влияет, так сказать, положительно. А у вас есть планы развития ваших компаний, допустим, на год, на пять лет? Вот если бы у меня год назад были планы развития компании на год, я думаю, я бы сейчас посмотрел на них с огромной иронией. Сложно планировать в нашей стране, я так скажу. Конечно, есть, но сложно. Ну, есть. Да, есть планы, но только на два года где-то. Год-два, вот так вот. Больше. Решилось вам их откорректировать с новой экономической ситуацией? Либо вы пока придерживаетесь тех планов, которые были? На самом деле, я не придерживаюсь тактики четкого плана. У меня есть, скорее, направление. Я понимаю, что надо развиваться туда, надо развиваться туда и надо делать это. Естественно, есть какие-то там конечные точки, которые я определяю и считаю, что нужно их достигнуть. Но такого, что через полгода все вот так, через полгода все вот так, я стараюсь не делать. Есть приоритеты, есть направления. Я просто перенаправляю ресурсы. Ну, так как план, он такой поверхностный, так сказать, то есть определенное количество клиентов, там вот это, а нет привязки к отрасли или еще какой-нибудь, то корректировки незначительные. Мы практически исчерпали время нашего эфира. Хотел закончить традиционным блицом. Это серия коротких вопросов, на которые ответы предполагают один-два слова. Значит, смотрите, первый вопрос. Трудно ли быть бизнесменом? Нет. Нет. Это очень здорово. А можно было два слова ответить? Может было два слова? Да. Ну, один одно или два слова. Ну, может два. Нет – да. Нет – да. И да, и нет. Это уже сложнее, но тем не менее, все-таки нет впереди стоит, чем да. Отлично. Сформулируйте тремя словами ваше описание бизнеса. Ну, как… Что такое бизнес для вас? Бизнес? Ну… Бизнес – это самостоятельность, пиара, и все зависит от тебя. Угу. Для меня бизнес – это создание чего-то, в первую очередь. Пусть это услуга, но это создание. Отлично. Если бы решение становиться бизнесменом или нет, вы принимали сейчас, какое бы решение вы приняли? Не знаю. Становиться? А почему не знаю? Ну, а какие у меня альтернативы? Знаете эти? Может меня зовут CEO в Apple, а может я могу остаться бизнесменом здесь? Сложный вопрос. Нет, в текущей ситуации. Ну, я думаю… Пока я так понимаю, еще нету аферт от Apple. Я смотрел просто на рынок труда, и я думаю, сейчас кому угодно сложно будет найти работу, поэтому тут нет выбора, на самом деле. Поэтому… Ну, хорошо. Либо идти в найм, либо оставаться бизнесменом. Оставаться бизнесменом, конечно. Отлично. И сформулируйте, опять-таки, в трех словах ваш лозунг на путствие молодым предпринимателям, которые начинают заниматься бизнесом или уже начали им заниматься. Читайте, думайте, работайте. Читайте, думайте, работайте. Читайте, думайте, работайте. Ну, невозможное возможно. Надо делать. Невозможное возможно. Нужно делать, если читать, думать и работать. С вами был Евгений Шкарупов, компания «Финансовый навигатор», клуб молодых предпринимателей «Инфиномедия», программа «Бизнес 2.0». До следующей встречи в среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова